Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Людмила. Сегодня мы с вами приготовим домашнее вкусное сливочное масло. Молоко мы купили у фермера. Я его перелила в кастрюльку. Оставила немножко постоять и снимаю сливки в чашу термомикса. Чашу термомикса я заранее поставила на швенчик бабочки для равномерного взбивания. Нашу колбу со сливками я ставлю на базу и выставляем время. Вот время зависит от того, какой жирности наши сливки. Если вы покупаете сливки в магазине, которые хранятся в холодильнике 30%, им нужна всего 1 минута. Мне понадобилось 3 минуты. Я наставляла все время по 2 минуты. За 3 минуты у нас сбилось масло. Теперь в содержимое колбы мы процеживаем через ситочку для того, чтобы брать лишнюю жидкость. Не забудьте хорошо почистить крышечку. Там достаточно много масла. У вас будет маслечка. Когда вы процедите, жидкость лишнюю берете, вы можете сделать масло с какао, если сладенько. Можете подсолить, кто любит солененькое. Можете добавить паприку, может добавить и зелень. Все это взбить и смешать еще раз с маслом. Мне очень нравится селедочное масло. То есть вот сейчас, когда масло высыпаете, потом филе селедки разбить, назад масло в колбу и все это смешать. Вот такое количество масла у нас с вами получилось. Теперь мы возьмем чистую тарелочку, чтобы переложить туда наше масло. Хорошо очищаем наше ситочко. Выкладываем масло на нашу тарелочку и отправляем в холодильник. Я отправляю на ночь. Наше масло хорошо затвердело, приняло форму в холодильнике. Теперь его можно смело переложить в масленочку. Смотрите, какое оно тверденькое у нас получилось. А вкусное какое, без всяких добавок. Сейчас намажем хлеб и сядем пить чай. Смотрите, как оно режется хорошо. Поскольку я только что вытащила из холодильника, поэтому мажется оно не сильно. Вот прям вот. Но мажется и очень-очень вкусно. Конечно, это же рецепт для тех, у кого нет сепаратора. У нас сепаратор, я вообще-то сепарирую, если привозим молоко от фермера. Но этот рецепт показала для вас. Как сделать, приготовить масло. Если нет фермерского молока, купите сливки из холодильника 30%. Через одну минуту у вас будет сливочное масло на столе. Вот такое прекрасное, вкусное сливочное масло у нас с вами получилось. А я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до свидания, до следующего видеоролика. Я желаю вам хороших рецептов и вдохновения готовить. Пока!